Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинской. С вами Ирата Митинева. Сегодня в выпуске. Благоустройство территории. Школьники представили свой проект «Библиотека без стен». Во Всемирный день охраны труда наградили самые дисциплинированные предприятия. Дошкалята соревнуются в плавании. Юные северодвинцы стали участниками социально-физкультурного проекта «Давайте дружить». Честь имею Валентин Пикуль. В Краеведческом музее открылась выставка к 90-летию писателя. В регионе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. В Котловском районе погибла 16-летняя пассажирка. Теперь подробнее. Ученики 23-й школы представили свой проект благоустройства территории между кинотеатром «Россия» и библиотекой «Книжная гавань». Скамейки, клумбы, уличная библиотека, интересные решения освещения. Все это в стиле модерн. Подробности у Марии Алексеенко. Ваня Пышкин – идейный вдохновитель проекта «Библиотека без стен». Живет неподалеку от кинотеатра «Россия». С раннего детства задумывался о том, как привести в порядок территорию между кинотеатром и библиотекой. Ведь каждый день ходит по парку. Я на приеме у главы администрации Игоря Васильевича озвучил эту идею. Он посоветовал нам обратиться за помощью в молодежный центр. И в молодежном центре нам сказали, как это можно осуществить, дизайн проектов конкурса. И вот мы объединились, они равнодушные. Юля Поршнева воплощала проект на бумаге. Десять лет она учится в художественной школе. Сделать наброски нового уличного сквера не составило труда. Конечно же, проанализировала, какая территория, что здесь можно сделать. А дальше мы сами уже пошли в голову, захотелось поставить что-то в центр. Я, как девочка, решила, что это наверняка должны быть цветы. А дальше все закрутилось. Я вспомнила про круговой тип композиции, которую изучала в недавно художественной школе. И в итоге получилось то, что получилось. В центре по плану – четырехъярусная клумба. Вокруг будут скамейки. Предусмотрена и сцена, состоящая из двух полукруглых конструкций. Книжный шкаф, где можно будет взять и почитать какую-то книгу. Освещение сквера создаст комфортную обстановку для чтения. В парке планируется проводить культурные мероприятия. В принципе, их проект имеет место быть. Мне лично их стиль в стиле модерн очень понравился. Параллельно проект «Библиотека без стен» готовится принять участие во всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города». Мария Алексеенко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Сегодня отмечается День охраны труда. В городской администрации наградили предприятие победителей смотра конкурса. Как в городе Коробелов соблюдают охрану труда, расскажет Евгения Карелина. Приглашается для награждения почетной грамоты администрации Северодвинска представитель коллектива муниципального предприятия «Локомотив Северодвинска», занявший первое место. Первое место в номинации «Охрана труда в организации» с численностью сотрудников менее 100 человек заняли также предприятия «Здоровье» и ЖКХ «Горвик». Второе и третье место у детских садов «Яблонька» и «Умка». Серебряные призеры «Яблонька» в смотре конкурса по охране труда участвуют в четвертый раз. Наградили победителей в городской администрации во Всемирный день охраны труда. Для нас очень важно создавать безопасные условия труда нашим сотрудникам. Это и своевременное проведение специальной оценки условий труда, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, необходимой спецодеждой в нашем поле зрения и проведение качественных своевременных инструктажей с работниками всех категорий. Лучших по соблюдению охраны труда назвали в различных сферах. Библиотечная система, детский сад «Винни-Пух», стоматологическая поликлиника, хлебокомбинат, родильный дом, ТГК-2 – градообразующие предприятия города. В этом году первое место в самой масштабной номинации разделили «Арктика» и «Севмаш». На последнем сейчас трудятся 28 тысяч горожан. У нас в каждом цехе отделе есть уполномоченные по охране труда, обученные специальные люди, которые занимаются этими вопросами. Поэтому у нас трудно, но мы справляемся. И первое место – это работа многотысячного коллектива, и в том числе администрации уполномоченных по охране труда. Хочу сказать, что сделать труд безопасным – наша первостепенная задача. Смотр конкурс по охране труда в организациях «Северодвинска» проводят ежегодно более 15 лет. Оценивается рабочее место сотрудников, финансирование предупредительных мер, например, оплата санаторно-курортного лечения, наличие средств индивидуальной защиты коллектива, проверяется квалификация службы охраны труда. По обеспечению отсутствия несчастных случаев, то есть таких условий труда организации, чтобы не было несчастных случаев, чтобы ежегодно снижался производственный травматизм, чтобы ежегодно снижалась профессиональная заболеваемость. Есть такой фактор – это все следствие условий труда. Также благодарственными письмами наградили коллектив «ЦМСЧ-58», филиал «САФУ» и Центр обеспечения функционирования образовательных организаций «Северодвинска». Евгения Карелина, Владимир Богомолов, «Вестник Северодвинска». Слова благодарности за мирное небо над головой ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравили с наступающим праздником и детей войны, а также тех, кто возрождал страну. Концерт от областных депутатов прошел сегодня в 13-й школе. Под песни северного русского народного хора о воспоминаниях военного времени, а еще чаепития и общения. Так прошла ежегодная встреча ветеранов в 13-й школе. «Приурочили мы это все к майским праздникам, к 1 мая, к Дню Победы. Многие ветераны у нас уедут на дачи, кого-то где-то будут поздравлять в своих ветеранских организациях. Поэтому мы с ними посоветовались и решили немножко пораньше провести этот праздник». Поздравить ветеранов пришли и самые юные северодвинцы – воспитанники детского сада «Жемчужинка». «Чем больше наши совсем малыши будут смотреть на ветеранов, будут слушать те истории, которые еще есть им о чем рассказать. Тем больше, наверное, у нас будет патриотизм развиваться, и тем лучше будут относиться наши дети, наши подрастающие поколения к ветеранам и вообще к старшему поколению». Также после праздничного концерта областные депутаты вместе с ветеранами обсудили проблемы, волнующие северодвинцев. 1 мая с 11 до 12.45 в городе Корабелов состоится праздничное шествие и митинг. Колонну начнут движение от Северодвинского дворца молодежи «Строитель», после чего пройдут по проспекту Ленина до Площади Победы. Во время шествия на проспекте Ленина будет временно перекрыто движение транспорта. Напомним, первомайские праздники пройдут без алкоголя. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, а также на прилегающей территории на расстоянии не менее 100 метров. 1 мая продажа алкоголя будет запрещена с 10 часов до 13.45. В праздничные дни меняют свое расписание работы поликлиники. Так, поликлиника номер один не работает 29 апреля. Выходные дни также 1 и 2 мая. 30 апреля работа по графику, субботы с 8 до 15 часов. Поликлиника номер три работает по такому же расписанию. Травматологический пункт круглосуточно. Давайте дружить! Социально-физкультурный проект с таким добрым названием уже второй год знакомит северодвинских дошколят. Участники проекта – ребята с ограниченными возможностями развития и их сверстники выявляют сильнейших малышей в различных видах спорта. Сегодня дети соревновались в плавании. На дорожках бассейна соревнуются команды детских садов «Умка» и «Радуга». Каждые по пять дошколят во главе с капитаном. Честь «Радуги» отстаивает капитан Василиса Саенко. В садике она уже научилась плавать в разных стилях. Брасом, стрелочкой, дельфинчиком. Что понравилось? Что запомнилось? Запомнилось, что мы танцевали. Да, танцы в бассейне – одно из семи заданий «Водные эстафеты. Дружба без границ». В соревнованиях участвуют дети с ограниченными возможностями развития. Им в спортивных соревнованиях участвовать нельзя. А вот такой проект им помогает как-то себя показать, проявить себя. И задания, которые мы даем в эстафетах или какие-то другие у нас проходят мероприятия, они адаптированы, чтобы эти дети могли справиться с заданием. Соревнования по плаванию прошли в рамках городского социально-физкультурного проекта по инклюзивному воспитанию дошкольников «Давайте дружить». Проекту два года. В его мероприятиях участвуют все детские сады города. Педагоги Северодвинска первыми в регионе прошли обучение адаптивной физкультуре. Новые методики освоили 17 инструкторов по физкультуре из 15 детских садов. С 1994 года наш детский сад стал коррекционным. И мы работаем с детьми вот с такой патологией. Работаем давно, но курсы прошли мы только вот совсем-совсем недавно по адаптивной физкультуре. И, конечно, очень они нам пригодятся для нашей дальнейшей работы. По итогам вводных состязаний юным спортсменам подарили сладкие призы и сертификаты участников. Мария Воробьева, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. А теперь о прогнозе погоды на завтра. С ним нас познакомит Ольга Матвеева. Ноль градусов ночью и солнце днем. Здравствуйте! О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор. Магазин «Склад Светофор» в Северодвинске. Товары по низким ценам. Магазин «Склад Светофор» в Северодвинске. Улица Южная, 167, рынок на вертолетке. Большой ассортимент товаров по низким ценам. Продукты питания, замороженные полуфабрикаты, колбасы и консервы, крупы и макароны изделия, сладости и многое другое. А также бытовая химия, текстиль и мелкая бытовая техника. Товары для сада и огорода. Достойное качество по приемлемым ценам. Магазин «Светофор». Планируйте, приезжайте и с выгодой покупайте. Ждем вас на Южной, 167, рынок на вертолетке. 29 апреля по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ночью ожидается 0 градусов. Днем плюс 8. Переменная облачность без осадков. Южный ветер к вечеру поменяется на северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 29 апреля – Арина, Урви, Берега. К этому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили – Арина, Урви, Берега. Тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем. У меня все. Прекрасного настроения. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Шиномонтажка. Звоните в 47-55-66. Работаем круглосуточно. Северный рабочий. Газета всех поколений. На все времена. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении, в киосках Роспечати, в редакции газеты, улица Южная 20 и в магазине «Росич». Выставка восковых фигур и планетарий в ЦК и ОМ «Бачука-2». Не пропустите. Только до 30 апреля. Достучаться до водителей пытаются дети. Школьники вместе с сотрудниками ГИБДД вышли на городские дороги с обращением к водителям о соблюдении правил. Акция прошла в рамках мероприятия «Пешеходный переход. Зона повышенного внимания». Уважаемые водители, я хочу обратиться к тебе с лица всех пешеходов. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны за рулем. Письма с различными обращениями к водителям раздавали сегодня пятиклассники из 8-й гимназии. Сегодня акция в рамках профилактического мероприятия «Пешеходный переход. Зона повышенного внимания» прошла на перекрестке Беломорский-Торцево. Сам бы что пожелал водителям? Я пожелаю им, чтобы они не садились за рулем, не в тренировках. И они, конечно, соблюдали правила дорожного движения. Александр Максимов за рулем 15 лет. По словам мужчины, по городу ездит со скоростью 50 км в час. Он считает, не всегда водитель виновен в наезде на пешехода. Переходить в проезжую часть, в положенном месте, где пешеходные переходы. А то многие родители с детишками идут за руку, где пешеходного перехода нет. Я ведь не езжу по тротуарам, правильно? Пускай и они соблюдают. С помощью детского внимания, детского обращения мы пытаемся достучаться до водителей, которые забывают снижать скорость и останавливаться перед пешеходными переходами, которые не вежливы и не культурны на дороге. И дети просят именно уступать дорогу, особенно маленьким пешеходам, пожилым людям, дамам с колясками. Чтобы водители, они всегда внимательно следили за дорогой, чтобы пропускали людей, которые переходят через пешеходный переход и останавливались на светофоре, когда нужно, и быстро не ездили. За первые дни профмероприятия полицейские остановили более 70 водителей-нарушителей. Им грозит штраф до 2500 рублей. Выявили и пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Теперь 29 северодвинцев заплатят по 500 рублей. Сказки Степана Писахова легли в основу заданий городской олимпиады «Северный медвежонок». Свои знания продемонстрировали более 70 школьников младших классов. В каком городе установлен памятник Писахову, кто стал прототипом его героя «Синемалины» и как раньше называли рубль? В основе заданий олимпиады «Северный медвежонок» сказки Степана Писахова. Я готовилась, мне стало интересно. Ну и все. А как готовилась? Я читала сказки Писахова. Какие? Ну, перепелиха, собакороска и так далее. Участники литературной битвы – ученики третьих и четвертых классов. Ребята разгадывали кроссворды с именами героев, угадывали фрагменты сказок и иллюстрации к ним. Учительница предложила нам, и мы заинтересовались. А так сказки многим, почти все с ней прочитывали и разбирали. Благодарны таким мероприятиям. И для детей интересно, и мотивация есть какая-то у детей, где участвовать. Олимпиада «Северный медвежонок» прошла впервые. Это заключительное мероприятие в рамках творческого литературного фестиваля «Молодые таланты Севера». Проявить свои знания по сказкам Писахова смогли 72 школьника. Это наш северный автор. Сказки его дети в начальных классах читают. Потому что одна из задач фестиваля – это сохранение региональной словесной культуры. Сегодня школьникам вручили сертификаты участников. А итоги Олимпиады подведут 24 мая, в день закрытия фестиваля. Честь имею! Над своим историческим романом Валентин Пикуль трудился более 10 лет. Название знаменитого произведения легло в основу выставки, которая открылась в Крыевическом музее. Она посвящена 90-летию со дня рождения писателя. Макет дома, где жил будущий писатель. Домовая книга 40-х-50-х годов. Классный журнал 5-го В, где учился 12-летний Валя Пикуль. Кстати, сложнее всего ему давалась музыка. Эти экспонаты представлены на выставке «Честь имею» Валентин Пикуль. Данная выставка у нас пятая, юбилейная, можно сказать. Это пока своеобразный отчет, наверное, о нашей работе. И вскрывались постепенно факты один за другим. Его проживание здесь, молотовские подробности, его биографии. Соловецкая школа «Юнг» – военная юность на Северном флоте. Эти события отразились в творчестве писателя. Создатели выставки показали становление Пикуля как исторического романиста и морского писателя. Не случайно вернисаж открыли воспитанники детского морского центра «Североморец». Это передача флажным семафорам. Так как Валентин Пикуль был юнгой Северного флота, поэтому это очень символично и правильно. На самом деле это очень великий писатель. Мне больше всего понравилось его произведение «Монзунт», которое рассказывает о судьбе моряка. Автор 28 романов и более 150 исторических миниатюр. Выставка о Валентине Пикуле многогранна. Это не только наш город, это и не только Пикуль. Это по сути дела Великая Отечественная война, это Северный флот, это большие грани захватывают за нами. Выставка «Честь имею» Валентин Пикуль работает в музее до 30 октября. О победе помнят журавли. Вокалисты Северодвинска выступили на фестивале военно-патриотической песни журавли. В этом году он юбилейный, десятый по счету. «Когда песня задевает за живое». Именно так ученица 13-й школы Ксюша Милушкина выбрала для исполнения произведение «Помни». Мне нравится исполнять военные композиции, мне нравится петь про войну. И в этой песне очень трогательно. И упомянуло то, что были очень трудные годы во время Великой Отечественной войны. У нашего поколения должен быть какой-то патриотизм к родине, потому что это все-таки Великой Отечественная война, и каждый должен помнить об этом. Вот уже 10 лет фестиваль военно-патриотической песни журавли объединяет на сцене Дома Корабела музыкантов разных поколений. Это коллективы и сольные исполнители. За плечами у вокалистов конкурсные прослушивания и репетиции. Синий платочек, ах, эти тучи в голубом, пропавшем без вести. 31 песня в память о героях. Фестиваль журавли – это не только военные песни, но и произведения из кинофильмов. Фестиваль посвящается не просто Дню Победы, не песням только времен Великой Отечественной войны, но и песни звучат о войнах любых годов. Журавли – это символ памяти о погибших войнах, а свою память о солдатах участники фестиваля увековечили песней. В Северодвенске грядут массовые проверки автомобилей. В регионе стартовало мероприятие «Трезвый водитель». Полицейские будут работать в усиленном режиме с 28 апреля по 2 мая. Теперь о происшествиях в рубрике «Протокол». В Северодвинске владельцы Hyundai Solaris разыскивают водителя, который въехал в их автомобиль. ДТП произошло на Приморском 10, 25 апреля в полдевятого вечера. Свидетели и очевидцев просят сообщить по номеру, указанному на экране. В регионе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Трагедия произошла в Котловском районе. По предварительным данным, 24-летний молодой человек, предположительно в алкогольном опьянении, превысил скорость, не справился с управлением и выехал в кювет. У водителя сотрясение головного мозга, у двух пассажиров черепно-мозговые травмы и ушибы. 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники глав «Рыбвода» спасли провалившегося под лед человека. На улице поселок Двинской в Архангельске мужчина провалился под лед, выбраться самостоятельно пострадавший не смог. Работники скинули с пирса лодку, взяли с собой линь, спас жилеты, круг и, проламывая лед перед лодкой, направились к утопающему. Добравшись до мужчины, добровольные спасатели поняли, что вытянуть на лодку его будет проблематично. Попросили пострадавшего намотать конец спасательного линия себе на руку, лодку повернули к пирсу. Общими усилиями сотрудники рыбоводной станции вытянули мужчину на берег. Торговая фирма «Гигея Плюс» предлагает средства по уходу за лежачими больными, подгузники и абсорбирующее белье для детей и взрослых, ортопедические изделия, бандажи, обувная ортопедия, ортопедические матрасы и подушки. Продажа и прокат технических средств реабилитации, трости, костыли, инвалидные коляски. «Гигея Плюс» – товары для полноценной жизни. Город Северодвинск, улица Южная, дом 134, офис 14, телефон 584072. 8962-663-9143. Северодвинский богатырь Владимир Гришаев установил новый мировой рекорд в жиме штанги лежа. Это грандиозное событие состоялось сегодня на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Южной Африке. Отлично выступила на мировом первенстве и архангелогородка Мария Ерохина. Прошлый мировой рекорд в этом упражнении был равен 336 килограммам и также принадлежал Владимиру Гришаеву. На этот раз нашему суператлету покорился немыслимый вес штанги в 344 с половиной килограмма при весовой категории Владимира до 105 килограммов. Поздравляем Владимира Гришаева. С такой блестящей победой на чемпионате мира, в свою очередь воспитанница тренера Антона Солодова, спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Мария Ерохина, выжила в своей весовой категории 135 килограммов и заняла первое место самых престижных соревнований в этом виде спорта. В городе Майкоп проходит командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов до 21 года. Северодвинский стрелок Михаил Исаков завоевал золотую медаль. Михаил добился золотого успеха в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет» дистанции 10 метров. Наш спортсмен показал лучший результат в квалификации, попав 578 очков из 600 возможных. В финале настрелял 238,4 очка и победил с большим преимуществом. В Краснодаре на озере Старая Кубань стартовал Кубок России по гребле на Байдарках и Каноэ. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов, представляющих команды 28 регионов России. Наталья Подольская завоевала две награды. Мастер спорта международного класса Наталья Подольская, выступая на дистанции 200 метров в Байдарке-одиночке, финишировала второй. А вместе с подругой по Байдарке-двойке Верой Сабетовой, представляющей Омскую и Липецкую область, представительницей регионального центра спортивной подготовки по морю завоевала золотую медаль. По результатам соревнований наша спортсменка получила право представлять Россию на чемпионате Европы. В очередной раз активные ветераны УФСИН встали на огневой рубеж. Команды лучших стрелков от каждого подразделения центральной оперативной зоны боролись за звание самого меткого и за переходящий победный кубок. Многие из участников соревнований по стрельбе раньше несли службу с оружием, но сегодня тренировки остались в прошлом, хотя бывшие служащие еще до сих пор помнят навыки стрельбы. Всего приняло участие 26 человек, которые боролись как в личном первенстве, так и в командном зачете. Спортивное оружие – пистолет «Марголина». С расстояния 25 метров нужно поразить грудную мишень. Пробной попытки нет. Нужно с первого раза пятью пулями выбить максимальное количество очков. Среди женщин свое лидерство подтвердила Елена Петухова. Она набрала 48 очков из 50. Но самое главное – настрой. Настроиться спокойно, не нервничать. И настрой, и верить в себя. Самым метким среди мужчин стал представитель МСЧ-29 Сергей Евграфов. Среди команд бронза досталась стрелкам управления по конвоированию. Серебряными призерами стали участники колонии номер 12. Беспортным лидером соревнований стала команда СИЗО-4. На сегодня это все новости. С вами была Ярада Митинева. Всего доброго и хороших вам новостей.